О том, что компания Havail Motor Rus подумывает о запуске у нас суббренда Tank, нам рассказал ещё весной исполнительный директор Jérôme Sego. Напомним, что словом «Tent» поначалу обозначили модернизированную рамную платформу концерна Great Wall, ту самую, на которой базируется локализованный в России Havail H9 и родственный ему пикап Great Wall Poir. Первый серийный внедорожник танкового семейства Tank 300 вышел в январе под маркой Way. Да, есть у Great Wall еще и такое премиальное подразделение. Но уже в апреле китайцы решили, что хардкорный джип для влащённого Way – это перебор, и выделили Tank в отдельный дочерний бренд. Теперь модель называется просто Tank 300 и носит логотип с буквой T. Технически это типичный для Китая гряземес. Оговорка важна, потому что полный привод тут не дифференциальный, а основан на многодисковой муфте. Зато у внедорожника есть все три блокировки – межосевая и две межколёсные. Кроме того, есть и понижающая передача. Передняя подвеска – независимая двухрычажная, а сзади – неразрезной мост. В Китае у 300-ки один единственный двигатель – двухлитровый бензиновый турбомотор, который сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Что же нам до всего этого? А то, что Федеральный институт промышленной собственности зарегистрировал патент на промышленный образец Тенка. Заявку китайский офис концерна Great Wall подавал ещё в декабре. Поэтому на патентных изображениях мы видим ещё машину под маркой Way. Под какой фамилией модель представят на российском рынке, мы ещё не знаем. Ведь сертификат одобрения типа в открытый доступ ещё не попал. А вот у марки Хавейл, похоже, будет новый флагман. Весной на автосалоне в Шанхае китайцы показали концепт-кар Хавейл XY, но не раскрыли интерьер и характеристики. Понятно ли, что новичок основан на новейшей платформе Лема? И вот теперь серийная машина готова. Для родного рынка её назвали Шэньшоу – мифический зверь. Ну, на экспорт придумают что-то ещё, скажем, Хавейл F9. Шэньшоу оказался крупной машиной. На целых 16 сантиметров длиннее знакомого нам Хавейла F7. Колёсная база и вовсе как у рамного Хавейла H9. Объём багажника не назван, зато известны параметры эпических дисплеев. 12 с третью на приборной панели и 14 с половиной – главный дисплей медиасистемы. А вот начальный силовой агрегат Россиян бы не впечатлил. Это всего лишь полуторалитровый турбомотор, 7-ступенчатый робот и передний привод. Впрочем, это только первая информация, а подробности и экспортные перспективы мы узнаем в конце августа на автосалоне в Чэнду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok